Как писал Маяковский, книгу переворошив, намотай себе на уст. Все работы хороши, выбирай на вкус. В детстве мы мечтаем стать врачами, актерами, спортсменами. Но когда вырастаем, становимся бухгалтерами, переводчиками или менеджерами. Сегодня, как вы уже поняли, речь пойдет о профессии творческой – татуировщик. Татуировщик создает нательную живопись путем введения в кожу специальных пигментов. В древние времена для процесса татуирования использовались примитивные инструменты – деревянные палочки или спицы. В настоящее время мастера работают специальными машинами – индукционного или роторного типа. Перед тем, как начать наносить тату на тело человека, мастер набивает руку на искусственной коже, кожуре апельсина или банана. Но что их приводит в эту профессию? Я рисую с самого детства. Мне всегда это нравилось. Как бы художку не заканчивал. Общался с ребятами, кто делал татуировки. То есть мне татуировки делали, то есть не скоро с ними общаюсь. И просто в какой-то один момент надоело просто рисовать. Подумал, почему бы не попробовать. Тем более сейчас это оборудование легко доступно. Психологи отмечают ряд причин, почему люди бьют татуировки. Поддержание имиджа, дань культуре, скрытие дефектов, желание отличаться от других. Но на самом деле есть и люди, набивая татуировки, они не вкладывают какой-то определенный смысл. Просто нравятся. Потому что они украшают тело, я выделяюсь среди толпы. Это мой выбор. Мне нравится выбирать эскизы, располагать их на своем теле, чтобы они играли красиво. Подчеркивали мою индивидуальность. Для кого-то татуировка служит талисманом, важным символом или событием в жизни. Тем не менее, это серьезный шаг. И чтобы определиться с картинкой, клиенты-мастер должны четко определиться, что должно быть изображено на теле. Основная работа с людьми. Каждый человек разный. С кем-то легко, с кем-то не очень. С кем-то очень-очень-не очень. Потому что татуировка такая особенность. Кому-то мне нравится боль, кому-то мне нравится эскиз, просто переслать. Кто-то просто какой-то закомплексованный. Я говорю, человек, который любит очень много поговорить в процессе, я постоянно разговариваю с клиентом, чтобы контролировать его самочувствие. То есть, вообще, некоторые просто приходят и молчат. Закончишь татуировку, вроде все смотришь, вроде все хорошо, все отлично. Человек уходит, и остается какая-то такая, чувство незаконченности, что ли. Как явление, тату-культура сложна и неоднозначно. И, возможно, поэтому она имеет столько последователей и почитателей, особенно в молодежной среде. Однако доступность и практическая безболезненность процедуры нанесения нательного рисунка лишила ее ретарности и таинственности. Сейчас каждый желающий может приобщиться к великой тайне за относительно небольшие деньги.